Все не так! Поиграйте со мной! Тут так жарко стало, знаете, надо это окно открыть, у меня уже слезки текут. Нашкурю, хочешь я тебя нашкурю? А я нашкурю. Короче, я трап, видимо. Субтитрым подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я хотела бы вам рассказать о своих походах в ПНД в последние разы. Вот, и типа о последних новостях. Но перед этим я бы хотела попросить, чтобы вы заранее поставили лайк этому видео, потому что если мне оно не понравится, вы потом его снимете. Там подписались на канал, подписались на телегу, потому что мы в телеге почти каждый день общаемся. Я туда сразу же загружаю всякие ситуации, которые случились. Такие прям, жопу говоря, вообще не очень. Вот, и если YouTube заблокируют для русскоязычных пользователей, для тех, кто проживает в России, то в телеге мы решим, куда с вами перебираться. Вот, еще у меня тут стоят сверчочки, сверчочки вот такие вот, да, в баночке. Поэтому в видео будут сверчать сверчки, и мы не будем вставлять сюда музыку, наверное, да. Клевый дневной стационар, потому что там все такие спокойные, такие тихие, такие прям вежливые вообще, еда бесплатная в час. Там, если между 12 и часом приходишь, то успеваешь еще покушать. Так вот, покушать можно. Вот, в общем, выписали мне вольпровую кислоту, принимала какое-то время, тут я не помню, мне оставили то ли циклодол, то ли это пирозин. И, соответственно, какое-то время я принимала что-то из этого. По-моему, это пирозин я принимала, у меня от него стало немножко похуже. Там побочки проявились те, которые у меня до этого были. Ну и, разумеется, тремор. Тремор, блин, у меня был с самого, так, января, наверное, декабрь-январь. Я, наверное, в январе пошла в стационарчик дневной. Вот, хрен его помнят. Я там провела примерно два месяца. В марте, соответственно, меня выписали оттуда. Вот. В стационарчик я попала по повесточке с острым депрессивным состоянием. Мне там изменили. Мне там изменили. Блядь. Сюка. Мне там изменили диагноз, который мне поставили, когда я в первый раз пришла в это ПНД. Вот. И подтвердили просто мой первоначальный диагноз. И я такая... Блядь. Как классно жить. Вот. Но мне, в общем, в этом году оформляют льготу на лекарства. Это клёво. Потому что я не буду больше тратить по зарплате, сука, на месяц на лекарства. Какой же это, блядь, пиздец на самом деле. У нас сейчас ещё лекарства подорожали. Вы же знаете, да? Просто... Просто... Белисимо. Вот. Там ещё такой классный садик. Надо туда прийти порисовать, посидеть в беседочке. Поумиротворяться. Умиротворение. Умер. Отворение. Понимаешь? Понимаешь? От антидепрессантов, которые мне выписывали в начале, я не помню, по-моему, я о них рассказывала. И рассказывала о той бабке, которая сказала, что, типа, блядь, где твоя душа? Надо было ей тени принести. От антидепрессантов мне снова захотелось курить. Причём захотелось реально настолько сильно, что вот я сейчас покупаю электронки, курю электронки. Потому что после коронавируса, мною перенесённого, сигареты курить очень-очень противно. Вот прям реально очень противно, настолько противно, что я их не курю. Вот. Курю электронки, потому что курить хочется, а, типа, сигареты невкусные. В тот период, в который я ходила, я пыталась выбить себе психолога, потому что психолога очень сложно выбить. Они все заняты. Они тупо все заняты. И тебе выдают психолога, но он может тебе подложить подлянку, типа, назначить встречу на какой-нибудь праздник. Как мне психолог, блядь, первый назначил на 23 февраля, я прихожу, а там, сука, никого нет! Никого нет, блядь! Пиздец. И они такие, ну, вы назначали психолога, типа, у вас один сеанс прошёл, и всё! Вы больше не пришли, вы больше не записались, вам, значит, не нужен психолог! Я такая, блядь, ну как, ну, на 23 февраля назначил, вот у меня записано, вот у вас записано. Они такие, блядь, ну ладно, хорошо, нашли какого-то ещё второго психолога. Я пришла к ней на первый приём, ну, типа, всё нормально. А на второй приём я уже заболевала, это как раз было к моменту выписки. Я буду очень раздробленно говорить, потому что я не всё сейчас помню. У меня с памятью немножечко пиздец, я даже слова сейчас забываю некоторые. Возможно, я просто хлеб, возможно, у меня начинается какой-нибудь Альцгеймер. Альцгеймер, да, я геймер, значит, начинается Альцгеймер. Сука, неприятненько, неприятненько. Вот, и, короче, в последний раз, как раз в марте, получается, я начала заболевать, походу, это был омикрон. И, в общем, было очень-очень неприятно. У меня были сопли, у меня был кашель, чихание, вся вот эта вот херня. Чувствовала, как будто у меня очень высокая температура. Но, по сути, температуры, кстати, не было. Я замеряла, её не было. Ну, я не покойник, чтобы у меня, конечно, её совсем не было, да. Но она была, типа, в норме 35,6. Вот. Но, по ощущениям, это, блядь, ковид был. И... Чё-то мне надо было в этот день сделать, и я сидела на работе. То есть, у меня половина рабочего дня была, ну, занята работой. И... Ну, да. И я с работы постаралась доехать до вот этого вот стационара. И, короче, опоздала, потому что мы с таксистом не нашлись. Не нашлись с таксистом. Вот так вот пришлось второе такси вызывать. И со вторым такси мы нашлись. Но я всё равно опоздала на приём на час. То есть, это должен был быть мой час, в котором должен был быть приём. Я вот так вот проебала, и они меня выписали. Они меня выписали в этот же день. Вот. И сказали, вали в ПНД своё сраное там, сиди. С старушками болтай, общайся. Ну, и типа я приехала там, мне что-то то ли выписали. А, мне дали бумажку с моим последним, с моим последним первым подтверждённым диагнозом. И сказали, всё, выписывайся и льготу. И вали на все четыре. Вот. Я приехала в ПНД, ну, типа вот в этом месяце уже совсем недавно. И они меня снова в стационар направили. Сказали, ну, ты походишь ещё. Ну, вот тебе номер нашей бригады скорой помощи. Ты, если у тебя опять острое состояние наступит, звони. Но у меня в последнее время острое состояние. Это фантомас разбушевался! И мне сказали, типа, приходи ещё раз в ПНД. И, типа, я не знаю, зачем я. Ну, то ли была как-то не с врачом. Типа вот там в своих мирах. Короче, я не поняла, зачем они меня ещё раз позвали. Но они сказали, что, типа, приходи. Либо в начале мая, когда у них будет... Ну, короче, после праздников. Либо завтра. Но я проспала. Я хотела поспать. Нет, что, не могу поспать? Я не имею права на сон. Я работаю, работаю. День и ночь, день и ночь, круглые сутки. Я хочу поспать хоть когда-нибудь. Я поспала, я проспала. Ну и что? Ну, короче, мне выписали снова повестку в конвертике в дневной стационар. И после майских праздников в ближайшее время я должна туда попасть. Иначе у меня просрочится повесточка. Ну и, собственно говоря, сказали, что будут стараться выбить для меня психолога. Потому что, извините меня, но медикаменты без психолога, они как-то... Ну, не то, что не особо помогают. Просто есть некоторые триггеры, некоторые проблемки, да, которые может исправить только психологическая помощь в купе с медикаментами, чтобы это было проще переносить. Еще я хожу по ярмаркам. Короче, если вы хотите со мной пообщаться, я сейчас хожу по ярмаркам. Вы можете приходить на ярмарки. Они у меня в косметической группе там анонсируются. И покупать всякое разное сейчас я не могу показать доделанного кота, потому что он уже сегодня уехал, уехал к своему владельцу, которого заказывал. Но у меня сейчас есть некоторые почти готовые игрушки, типа вот этой вот леди. У нее будут куриные ножки. Вот это вот прекрасное тело с двигающейся мне еще... Лапками, короче, обречет вот такое вот лицо, только я его хотела сегодня отшлифовать. Сегодня он как раз ходил в строительный магазин за наждаклон. Купила наждак. Вот, короче, это будет вот так. Вот так вот, да. И я ему хочу еще слюны добавить, там немножко затонировать. Посмотрим, как это будет. Захочу ли я это тонировать. Ну, наверное, скорее всего, рожки, ушки я подтонирую. Вот, может быть, вот тут пятнышки какие-нибудь поставлю. Посмотрим. Главное, это все успеть до ярмарки. Вот. Еще у меня есть... Я так хвастаюсь, короче, но вы все равно на моем канале, так что... Мое. Вот. Еще у меня есть вот такой котик, который тоже будет белым котиком. И вот такой котик, который, возможно, будет либо брошкой, либо тоже котиком. А чего бы нет-то, собственно, трехглазый кот, все нормально. Вот. И, в общем, да, подписывайтесь еще на группу с косметосом. Ну, там еще будет ссылка потом, когда-нибудь, когда я оформлю группу с игрушками на группу с игрушками. Так что, если вы интересуетесь игрушками или косметосом, ну, короче, вот ваша тема. Потому что сейчас у нас косметика-то зарубежная. У дефицита будет. А моя не будет. Короче, приходите, покупайте, пока есть. А то потом, может быть, меня не будет. Нигде. Никогда. Я, может, лягу. Однажды я лягу на две недели в дурку и больше никогда оттуда не выйду. Потому что врачи скажут, да ну нахуй, блядь. В пизду. Ставьте мне свечку прямо. Все, хватит. Хватит, я сказала. Да и, блядь. Хорош. Давайте на этом видео завершим. А то я сейчас плакать буду. У меня тут игра скачивается. Мы, кстати, стримить сейчас будем. Приходите на стримы. На стримах мы с вами тоже общаемся. Вот. И разговариваем. Разговариваем. Играем там в Sims. Я сейчас вот Ведьмака останавливаю. Может, с вами еще в Fallout или в Stalker поиграем. Или во что-нибудь. Короче, вы в телеге тоже сможете предложить, во что мы будем играть. Или на стриме непосредственно. Типа, следующая игра для стрима. Вот. И, короче, мы с вами поиграем. Поиграйте со мной. Еще, возможно, мы заведем аккаунт на Boosty. Ну, типа, он на самом деле есть. Но его формально нет, потому что я туда ничего не выкладывала. Возможно, я буду выкладывать туда свои какие-то рисунки, которые я не буду выкладывать в сеть на всеобщее обозрение, на всеобщий доступ. Потому что там не совсем этичные такие темы. Если вас это заинтересует, опять же, переходите в телегу и пишите, чтобы я скинула ссылку. Тогда я и Boosty буду заниматься. Вот. Ну, и, собственно, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на тележеньку. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Потанцуем, Крабика. Потанцуем, Крабика. Потанцуем, Крабика. Потанцуем, Крабика.